МОЛОДЕЖНОЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО Учителей выступили региональные и федеральные эксперты, омские блогеры, журналисты, а также специалисты Санкт-Петербургской школы телевидения. Мы, к сожалению, вступили в такую пору, когда у нас уже активное молодое поколение, которое не получило вот той самой пресловутой, как сейчас говорят, привычки и прививки, я бы даже сказала, дружбы народов, которая была в советские времена. Когда, начиная с детского сада, тебе рассказывали, что ты живешь в многонациональной стране, что это здорово, что есть такие и такие традиции, и это естественно. А сейчас у нас был такой период, когда у нас выросло целое поколение, которому этого не рассказывали, но страна не перестала быть многонациональной. 193 народа, 239 языков мы были, есть, я надеюсь, будем многонациональным государством. Вот это все большое наше богатство, это нужно уметь хранить, и в том числе это нужно уметь охранять от всяких разных инсинуаций, от фейковых новостей, от того, что мы на самом деле, это неестественно, что мы живем якобы в одном государстве, надо всем разделиться, разбежаться. Мы прекрасно понимаем, что мы вот столетиями жили и были успешным государством, и остаемся самым большим государством по территории. Это тоже маркер успеха нашего государства. Поэтому нам нужно вот для того, чтобы эти наши достижения наших предков сохранить, преумножить и вывести на какой-то новый уровень, нам нужно уметь об этом говорить. Непосредственно являясь просто активным жителем города Омска и человеком, который работает с национально-культурными организациями, мы заметили просто в организации, что не все умеют писать на национальную тему, не все умеют грамотно освещать свою деятельность в социальных сетях. И вот мы решили написать такой проект. С этим проектом я съездила на форум Таврида, где получила поддержку фонда «Росмолодежь», и вот непосредственно добро пожаловать на форум Мэтномедиа. В конце ноября образовательное пространство «Изучает на медиа» завершило свою работу двухдневным форумом, объединившим молодежь из разных регионов России и Казахстана. Участники посетили круглые столы, диалоговые площадки и тренд-сессии, посвященные вопросам развития массовых коммуникаций в сфере общественных отношений. Изучать медиа в общем должны все сферы, все профессии, потому что без СММ сейчас никуда, это очень важно. И участвуя в этом форуме, я узнала очень много нового, потому что это не моя профессия, вообще у меня музыкальная профессия, но при этом я являюсь СММ-менеджером в Сибирском культурном центре. Я научилась правильно расставлять какие-то приоритеты информационные, когда, что, где, кому интересно. «Что мы делаем именно в плане информационного сопровождения? Это, разумеется, обеспечиваем фото-видеосъемку, написание пресс-релизов о наших мероприятиях, которые мы проводим в Томской области, в городе, городского масштаба. И есть также в планах создание своего ютуб-канала различных видеопроектов, то есть такой этно-видеоблог. И поэтому здесь профильное мероприятие «Изучай этно-медиа», чтобы как раз познакомиться с ребятами, кто занимается такими же проектами, инициативами, осуществить вот этот обмен опытом и чему-то тоже научиться». Одним из гостей форума стал заместитель губернатора Омской области Михаил Каракос. Он уверен, что реализация межнационального проекта на территории региона – наглядный пример государственной поддержки молодежных и общественных инициатив. «Хорошо, что у нас активная молодежь в Омске, что они инициируют и проводят такие мероприятия. Ну а государство и президент с президентскими грантами, и у нас на территории региона по поручению нашего губернатора Александровича Буркова активно поддерживаются молодежные движения сегодня грантами регионального правительства. Наша задача поддерживать такие инициативы». В последний день форума организаторы вместе с участниками подвели итоги и поделились друг с другом творческими планами. Альмира Крымшакова реализацию своего проекта считает успешной. «Это были незабываемые три месяца, потому что, во-первых, для нас, как для организаторов, прежде всего, мы познакомились с омскими блогерами, теми людьми, которые являются с огромными подписчиками и огромными охватами. И оказывается, они живут в Омске и остаются в Омске. Да, они путешествуют, уезжают, но они возвращаются все равно в Омск и живут здесь. Познакомились с ребятами, которые непосредственно хотят увеличить свои охваты, хотят развиваться, хотят делать что-то новое. Также оставаться в Омске, и нам это очень приятно. Для меня это первый такой большой проект. Я довольна тем, что фонд «Росмолодежь» дал мне возможность прикоснуться к этому. Конечно, сложно, и я очень благодарна правительству и нашим старшим коллегам, которые помогали нам на протяжении всего этого времени». Главным итогом проекта должно будет стать создание при поддержке правительства Омской области медиакластера на базе Молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне», где будут помогать начинающим блогерам и этножурналистам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова